Задание номер 11 основного государственного экзамена по математике для 9 класса. В параллелограмме ABCD диагональ AC в два раза больше стороны AB. Угол ACD равен 74 градусам. Найдите угол между диагоналями параллелограммы. Ответ дайте в градус. Обозначим точку пересечения диагонали параллелограмма точкой O. Тогда вспомним, что точка пересечения диагоналей параллелограмма делит эти диагонали пополам. А это значит AO равно OC. Обозначим AO и OC через A малое. Вот таким образом. То есть покажем, что AO равно OC. И мы обозначили AO через A. Тогда OC тоже A. Тогда у нас получается, что диагональ AC будет равна 2A. Далее. Нам по условию задачи сказано, что диагональ AC в два раза больше стороны AB. Вот этой стороны AB. А это значит сторона AB в два раза меньше диагонали. То есть AB по условию задачи в два раза меньше диагонали, а значит AB будет равно AC пополам. То есть в два раза меньше, это значит надо AC поделить на 2. Вместо AC подставим 2A. Вот то, что мы здесь обозначили. Вместо AC подставляем 2A и делим на 2. Сокращаем на 2, у нас получается А. То есть получается, что AB также равна А. И это значит, что так как противоположные стороны параллелограмма равны, то AB равно еще и CD. То есть запишем, что CD тоже равно А. То есть что мы получили? Мы получили, что AB, которое равно CD и равно А. А это значит, что треугольник OCD равнобедренный. Точно так же, как и треугольник ABO тоже равнобедренный. Ну, перейдем вот к этому треугольнику. Почему мы перейдем к треугольнику ODC? Потому что именно угол в этом треугольнике ACD нам известен. То есть вот этот угол нам известен, поэтому мы перейдем к треугольнику OCD. Так и запишем. Треугольник ОЦД равнобедренный. Почему равнобедренный? Так как у него стороны ОЦ равны стороне СД, стороны равны и равны А. А это значит, что углы при основании равнобедренного треугольника равны. Это значит, что угол ДОЦ равен углу ОДЦ. Углы при основании равнобедренного треугольника равны. И кроме всего прочего, нам известно по условию задачи, чему равен угол АЦД. Тоже покажем ему этот угол. Вот этот угол АЦД нам известен и он равен 74 градусам. Ну а теперь давайте обозначим угол при вершине О и при вершине Д данного равнобедренного треугольника через альфа, например. Альфа, тогда это тоже альфа. Тогда сумма углов данного треугольника равна 180 градусам. А это значит, что альфа плюс альфа до плюс 74. То есть получается 2 альфа плюс 74 градуса равно 180. Откуда находим 2 альфа? То есть 2 альфа будет тогда иметь вид 2 альфа равно 180 градусов минус 74 градуса. Откуда 2 альфа равно 106 градусов. Ну и теперь угол альфа будет равен 106 поделить на 2. Таким образом угол альфа равен 106 градусов поделить на 2. Получаем 53 градуса. Но как раз это и есть тот угол, который нам нужен. Почему? Потому что вот этот угол альфа, это как раз и есть угол между диагоналями данного параллелограмма. То есть это значит, что число 53 нам нужно записать в ответ. 53 градуса, то есть пишем 53. Задача решена. Продолжение следует...